Всем доброго времени суток. Обратился ко мне клиент починить его компьютер на базе сокета 1156. Казалось бы, что можно сделать? Договорился, что его принесут мне в мастерскую. Правда он предупреждал меня, что и сам там ковырялся. И тут я понял, что не всё так просто будет. В общем, сейчас всё расскажу и покажу. А ссылки на железо оставлю в описании для тех, кому интересно. И вдруг кто захочет себе что-то приобрести. Системник его выглядел так. Если сказать, что он видел в жизни многое, это просто промолчать. Да и хозяин его изрядно так потрепел. Ну значит, начал я его разбирать, дабы осмотреть. Да и было принято решение отправить корпус на покой. А принес он мне его, чтобы я исправил отсутствие изображения. То есть всё вроде заводится, а картинки нет. И он сказал, что разбирал карту и что-то там отвалилось вроде. Мне естественно стало интересно, что там отвалилось. Кстати, карта GTX 660 на 2 гигабайта в исполнении Asus и дополнительным питанием. И какая-то вонючая лекарственными препаратами субстанция была на чипе. Причём липкая, еле её очистил. Вроде и завелась один раз и всё, на больше её не хватило. Последний вздох был. А вот ещё момент с материнской платой, которая не принимает любую карту. То есть кроме какой-то одной, ни одну другую не хочет видеть от слова совсем. Когда я делал выпуск о том, что я столкнулся с такой проблемой, многие отнеслись скептически. Мол, только у тебя так. И вот, ещё один раз так же. И снова у меня почему-то. Я перепробовал всё. И слоты памяти, и саму память, и камень накинуть, и биос прошивать, и сбрасывать. Вот всё перепробовал. Но нет, ничего из этого не вышло. Это железо я намеренно не показываю должным образом, так как о ней будет отдельный выпуск. А теперь покажу, что я сделал из всего этого. Так, в общем, друзья. Меняем платформу. В принципе-то опустошаем вот этот вот корпус. Эта платформа уходит. Будем собирать всё в другой корпус. У меня там есть корпус один. Бушный на новый не тянет. Будем ставить систему на i7 процессоре. i7-870. Пока здесь 4 гига цельных планк оперативки. Добавим ещё 2 по 2. Будет 8 гигабайт. 500 гигабайт жёсткий диск. Блок питания какой-то с половиной наклейкой на 500 ватт. И GTX 1050 Ti. Надеюсь, что сборка будет хорошей. Материнскую плату взял P7H55M, так как она у меня была в наличии. И их было даже 2. Вторую поставил в другую сборку. Тесты не успел сделать, к сожалению. А вообще материнка неплохая. Охлаждение на цепях питания. Тут они реализованы как 3 плюс 3. А также 8 пин питания процессора. 4 слота под оперативную память. 6 SATA портов. 1 PCI-Express X16 версии 2.0. На Linefield и Clarktel, если я не ошибаюсь, 3.0 поддержки нет. Также 2 PCI-Express X1 и 1 порт PCI-Express. Также остался IDE-порт. Форм-фактор, кстати, MicroATX. И 100% твердотельные конденсаторы. Из выходов. 6 USB портов. VGA, HDMI, SPDF, 1PS2 и интернет-порт. Также можно вывести с платы 3 порта USB на переднюю панель. Процессор, как уже понятно, Intel Core i7-870. Ядер 4, потоков 8, TDP 95 Вт. Частота 2,93 ГГц. Может буститься до 3,6 ГГц. В общем, легендарный X3470, только с графическим ядром. Кстати о ядре. Оно тут Linefield. Техпроцессор, соответственно, 45 нм. Максимально держит температуру 72 градуса. И 8 МБ кэша 3 уровня. Оперативной памяти собрал все, что было. Планка в 4 ГБ и 2 планки, что были в системе по 2 ГБ. Что в сумме вышло в 8 ГБ и в 3 слота. Короче, дефицит они. Жесткий диск тоже по-хорошему переехал со старого компа. А это Seagate на 500 ГБ с 64 МБ кэша. Ну и 7200 оборотов в минуту. Охлаждение от фирмы Deepcool Gamma Archer на 95 Вт. Как раз получается с ТДП процессора. А оборотов 1600. Блок питания я вот честно не знаю от какой фирмы. И насколько он ватт. Просто потому, что кто-то, видимо, посчитал наклейку лишней. Ну и содрал ее. Но не до конца. Терпения, видимо, не хватило. Корпус тоже не в курсе, чье производство. Но с виду он красивый. Видел и с другими рисунками. В общем, кто в теме, пишите в комментариях, что за фирма. Видеокарта от Asus GTX 1050 Ti из серии Strix. Память на GDDR5. Объем памяти 4 ГБ. Шина 128 Бит. Частота памяти 7008 МГц. Дополнительное питание в 6 пин. Количество CUDA ядер 768. Из выходов 2 DVI версии A и D. 1 HDMI версии 2.0. И 1 DisplayPort. В общем, с железом все. Теперь пару тестов в синтетике. Затем пара тестов в играх. Времени было мало. Поэтому, что успел, то успел. Продолжение следует... Так, настройки по умолчанию выставил на высокие, но были фризы и пришлось их снизить до средних. Продолжение следует... 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 И число кадров в районе 70 с лишним. Процессор работает на 70-80%, иногда и 90%, а видеокарта на 90 с лишним процентов. Проскакивают редко микрофрезы. Поехали дальше и Shadow of the Tomb Raider. Настройки на высоких, в разрешении Full HD. Кстати, все писал на карту захвата, ссылку на нее найдете в описании. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Игра идет 30 с лишним кадров, без фрезов. Но после отключения дополнительных эффектов, число кадров выросло на 10-15, что уже дало результат. Никаких фрезов не наблюдалось, процессор в основном отдыхал, был загружен на менее 40%. При этом карта трудилась более чем на 90%. А я перехожу к следующей игре и она PUBG. Настройки по умолчанию встали на средне-высокие, в разрешении Full HD. Много всего мира, кто-то субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... И пока летел самолет, а число кадров было 70 с лишним. При приближении к земле уменьшалось до 50-60 кадров. В основном же разброс FPS оставил от 50 до 80 с лишним кадров. Очень редко проскакивают микрофрезы. Карта загружена на 80-90%, процессор же на 70-80%. Ну и последняя игра CSGO. Настройки автоматически встали на высокий в разрешении Full HD. Я в принципе так все и оставил. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Игра прекрасно идет на 100 с лишним кадров, без фрезов и лагов. Видеокарта загружена на 80%, а процессор на 30 с лишним. В общем, вот такая сборка ушла своему новому владельцу. Тот, в свою очередь, играет в эти игры, что я тестировал тут. Если есть чем поделиться или добавить, пишите в комментарии, я на них отвечаю регулярно. И подписывайтесь на мои социальные сети. А на этом мой выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok